Это, я вам скажу, не одиночка. Это спланированная акция, устрашение. Там есть так называемые террористические группы, тоже так называемого, крайнего толка. Мы не будем говорить одну религию какую-то, которая, так называемая, хочет отделиться от Великого Китая. Китай тоже самое пытается как-то мирно урегулировать. Но так называемая эта группа, она тоже поддерживает американцам, тем же ЦРУ. Вся злость вообще в Пендагоне, грубо говоря, да, и в самом спокойном туманном Альбионе. Они это поддерживают, чтобы раскачать Китай, потому что Китай на нашей стороне. Все, что с нами будет, считайте, что будут вот так же, и по почте, и без почты, и прочее. И будут нападки на наших союзников, понимаете? Потому что не хотят объединять именно сильнейших. Также Америка не хочет сдать свой доллар. Там надо глубже ходить, там же нефть, понимаете? В данный момент, конечно, Китай сейчас будет все больше и больше получать так называемые террористические вот эти угрозы, террористические нападения. Китай тоже будет сейчас защищаться. Но если Китай разозлят, понимаете? Если мы терпеливо отбросили, так называемый закон вели казнь, отменили, этих отменили, то Китай не будет терпеть. Китай просто будет четко знать, что им надо делать. Он просто всех уберет там. Вот у Китая есть восточный менталитет. Все, что против них, вырезается до третьего поколения. Мы это себе позволить не можем, потому что мы терпеливое государство. Мы слушаем, смотрим этих негодяев, которые живут у нас здесь, понимаете? И будут защищать террористов. Хотя туда не поедут они. Туда они не поедут. Они будут сидеть теплее и кричать, как плохо нам же живется при нашем президенте. Так вы что-нибудь сделали, чтобы нам было хорошо? Вы ничего не сделали. Продолжение следует...